здравствуйте сегодня мы завершаем наши предвыборные разговоры на политической кухне которые организовал для вас сайт слухи и факты кабельный оператор интерком т.л. и салон кухонь 0t сегодня у нас на кухне мы приветствуем сергея пахомова председателя 5 областной думы генсека нашей единой россии здравствуйте сергей александрович добрый сергей александрович вы один из оставшихся в команде губернатора один из последних и наверное самый яркий вот такой представитель команды сергиев посадского десанта до который семь с половиной лет десантировался на территории ивановской области за это время много народу тут сменилось и вот видно как внутри этой команды все время шла борьба за близость к телу губернатора и в разные моменты казалось то михеев побеждает то без низко то поляков но все время победитель один это вы как вам это удавалось давайте начнем с того что я представитель может быть как по вашему самый яркий миф о сергиево-пасадской команде потому что ни один из перечисленных ни одна из перечисленных фамилий не являлась сергиев посадцев и я не удивлюсь если никто из них никогда в сергиево-пасаде не был так что это первое сразу начнем о сказках да которые здесь очень популярны благодаря разным ресурсам может быть не вашего я даже знаю как ответить на ваш вопрос но почему и как знаете когда вообще речь идет о работе команды и вот термин команда это самое важное из всего вашего такого длинного вопроса все командная работа она подразумевает как значит ситуацию когда человек все-таки командные интересы ставят впереди всех остальных ну вот то есть ответ на ваш вопрос вас в любой плоскости в которой бы вы мне его не задали я понял хороший ответ ну вот на протяжении последних пяти лет когда вы ушли из правительства и возглавляете думу кто бы сказал что я ушел строить формально вы ушли из правительства вы ни в одном интервью там не нашему журналу ни другому изданию не оставили тему того что правительство работает плохо и она несовершенно то что сформировалась после вот последних как сказал смирнов тонких настроек ближе к идеалу чем было пять лет назад ну конечно я регулярно и согласен я критикую правительство более того я наверное не в целом критикую правительство потому что отдельное направление работы будь то социальный блок хотя тоже не все мне например нравится я кстати пришлись к вопросу наверное имею большее право это делать чем многие остальные потому что я все-таки в свое время было внутри когда первые два года и первые два-три года никто не будет этим спорить что драйв и скорость работы принятия решение она конечно была совсем другая хотя и люди может быть в некотором случае были те же это первое так вот я критикую часть я критикую действия какие-то конкретные а чаще еще бездействия отдельных чиновников да это так это надо делать вообще без критики в принципе жить невозможно приблизилась ли правительство к идеалу или нет не знаю мне согласен что сейчас были какие-то точные настройки мне кажется что это был какой-то первый шаг может быть более глубоким переменам которые в любом случае должны быть но согласитесь 4 5 6 лет и перемены в любом случае кадровые в первую очередь они должны следовать наверное нет смысла все менять на сто процентов но какие-то точные отстающие моменты их надо обязательно править и я не скрою я знаю что губернатора ну не заражение голова постоянно болит о том что кпд может быть работа прессов не так высок как хотелось бы ему в кстати в первую очередь поэтому когда я что-то критикую ну я не говорю это просто так я всегда говорю может быть как бы я хотел это видеть но опять же я сегодня являюсь спикером с одной стороны я имею полное право это делать и как человек из команды губернатора и как спикер и как человек работавший раньше в правительстве думе там еще много как то есть надо менять надо менять постоянный думу надо менять именно поэтому сегодня иванская областная дума меняется больше чем на 50 процентов поменяется и поменяются подходы в некоторое работу все надо менять не только правительство ясно но вот в правительстве некоторые изменения очень ярко акцентируются как-то артикулируются и губернатором и вами всем а есть которые проходят тихо но они как правило вызывают вот самый большой интерес вот ответьте честно между перемещением в киниш мучужбинкина арестом савочкина и расформированием строительного департамента есть все-таки прямая связь не знаю если в этом прямая связь то что логика связать это все в единое целое есть это факт ну понимаете я немножко нахожусь в ущербном положении грех этим не воспользоваться в данный момент и в принципе так как ну по сути своей являюсь носителем может быть немножко больше объема информации чем следовало бы обсуждать но поверьте мне в данном случае прямой связи между тремя этими фактами нет это первое комплекс был расформирован в неперев там в некотором смысле переформатирован я считаю что это временная мера и дальнейшая трансформация какая-то она должна пойти потому что один человек кто бы он ни был не может тащить извините за разорвание на себе столько вопросов там отбор буры до бокса как говорим поэтому конечно это должно быть просто на на данном этапе это было бы правильно какая связь между уголовным делом посадочками тут я вам опять же знает понимаю что там происходит могу сказать что прямой связи никакой нет на мой взгляд есть бы значит остров стали вопросы по некоторому кпд работы отдельных чиновников и комплекса в целом в том числе и там некоторые нехорошие моменты смысле выполнения каких-то поручений программ текущей работы они были хотя я вам могу сказать что опять же было время когда некоторые чиновники которые в результате террера этой реорганизации стройкомплекс покинули не был очень высокий кпд работы и честно говоря динамика впечатляла ну потом вот она куда-то улетучилась но это мой взгляд со стороны может быть я снова тогда к политике новую начальницу избиркома анжелики смирнова соловьеву называют вашим человеком в том числе она и работала под вашим началом вот скажите под ее началом как бы избиркому легче расчищать дорогу на выборах для единой россии чем при смирнове нет нет а почему потому что это очередные сказки я согласен что вы как журналист просто обязаны пересказывать всякую ерунду которую в различных в различных может быть ангажированных изданиях даже так вот когда смирнов виктор владимирович работал передателем избирательной комиссии которого кстати тоже многие считают как бы человеком которого который со мной дружит скажем так вот я был первый кто хватает за то чтобы он покинул эту должность потому что мне всегда казалось что единая россия находится в ущербном положении на выборах причем ну это выглядит это смешно опять же я находясь внутри процесса поверьте мне знаю о чем говорю когда ну извините может быть там если вот правильно об этом говорить но когда мы готовили документы для регистрации иных партий когда они не успевали это сделать с коммунистами там такое было и не только уж давайте быть там срок кончается я могу сейчас по сути завершая свою работу ну можете более не об этих выборах говорим нас да было дело помогали и всем помогаем но когда я как руководитель одной из партий единой россии самый главный правящий какую еще гадость вы можете здесь я помолчу сказать вот когда я тоже считаю что раз мы это делаем с мы помогаем но мы тоже имеем право ну дайте нам что-нибудь нет вам нельзя вас все должно быть чисто честно и там красиво просто всегда очень жаль кроме этих выборов всегда мы поставим вас первыми дадим наружную рекламу насчет наружной рекламы я почему вы выведете я не думаю что в пользу одну из партий вот эти жалобы ну там просто стыдно людям должно быть заниматься ерундой жалуются не пойми о чем так что а уж первую единую россию ну сроду никто не станет посмотреть что там творится в иных областях и но мы наше третье скромное место в бюллетене может быть в этой заде зачитано на защиту на нам провал подзвольте компании вот один мой знакомый функционер единоросс который сейчас очень активно занимается выборами пошутил недавно что это не тот который рассказывал как будет фальсифицировать на выборах нет не только что он конечно за чистые выборы но не дай бог они будут честными потому что в таком случае единой россии кирдык как вы прокомментируете такое заявление да никак я не прокомментирую всякие глупости почему зачем я должен комментировать вот кто бы что не говорил но на мой взгляд общество сегодня вот такого до раздела не до жесткого но в принципе разделяется в равных как в равной какой-то степени примерно половина за власть половина против причем то половина которая за она не готова идти на митинге там за власть поддерживая а то который против она не готова работать она готова наоборот митинговать поэтому больше видно ту которая против но реально тех людей которых ну в принципе более-менее устраивает для которых стабильность это не пустое слово она примерно половина вся проблема на самом деле заключается в том что на выборах по крайней мере да вот наша проблема с нашими результат заключается в том что стимула у тех кто за власть идти на выбор нет потому что никто не верит глядя в лица оппозиции никто не верит что эти люди вообще способны хоть что-либо и способны просто прийти к власти более того я же не просто говорю я знаю всех и все они прошли свое время значит прошли прошли знаю я знаю что говорю никому власть это не нужно всем нужно один-два мандата чтобы потом спокойно сидеть там какие-то свои вопросы решать вот собственно хочу а руководить руководить никто не хочет этого масса примеров и я их приводил не раз ясно а если вот сейчас взять вот так и такой секундный тотализатор устроить сколько мест будет в новой думе у единой россии если у единой россии будет половина мест и только но впритык это будет расцениваться мной как наше поражение если у нас будет две трети это будет рассчитано это будет расцениться как в наш серьезный успех ну если где-то между я думаю что от 15 до 20 мандатов это сегодня наш реальный я понимаю что это многим может не понравиться особенно из тех истеричек которые рассказывают что единая россия сегодня набирает 20 процентов нет это не что в твиттере в этом сегодня я правильно понимаю что вот на этих выборах в отличие от всех предыдущих ваша основная единой россии головная боль это не местные коммунисты гражданская платформа в играл во главе с андреем назаровым вот такое противодействие особенно в кинишме где там сироткин идет жириновский приезжал это что-то личное у вас по отношению к назарову или просто это такой показательный мальчик для битья на примере которого вы показываете что не надо возвращаться второй раз во власть как всем мальчики уже давно избитые они не занимаются всякой такой ерундой не знаю зачем вы такими вопросами пытаетесь поднять может у нас попросил акции назарова того же самого про которого честно говоря уже давно давно забыли но это так нет и гораздо платформу с ее там двумя-тремя процентами и на самом деле никто не трогает смотрите выбор вообще проходит в ком-то вакууме получается ну как-то тихо что задайте лучше вопросы любой из партий будь то гражданской платформе или любой другой ну вот справедливая россия что-то проснулась какие-то щиты украли так вот значит задайте вопрос а почему они не занимаются агитацией то есть если твоя партия единственный лозунг о том что власть плохая и ты ничего не предлагаешь ну ты получаешь соответственно когда когда лидер партии является человеком за которым шлейф простите трупов в понятном смысле этого слова когда вы упомянули фамилию сироткин а вы пригласить сюда сироткин на его нам расскажет как его работалось под началом тех неких людей он я уверен костме ляжет просто чтобы эти люди больше не всплыли хотя это их нормальное состояние всплывать так вот 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 поэтому так и получается я вам хочу сказать что там масса каких-то может быть более понятных внятных кандидатов которые совершенно спокойно работают но если ты есть тебя ненавидят все как частные лица не как власть неужели кто-то думает что назар на самом деле он является же федеральный чиновником в одной из федеральных предприятий и по большому то счету ну неужели кто-то думает что такое назначение было бы возможно без согласования действующей власти ну конечно нет ясно ну а если тогда кпрф вот какая кпрф была опаснее для единой россии то которая была с гордиенко завалишиным ковалевой или сейчас клёновым автанеевым там максимова да не обидится на меня нынешние члены кпрф я думаю что вот после слова было можно поставить точку кпрф было все я услышал ответ тогда все равно раз говорим о кпрф не могу не задать такой вопрос вот опровергните или подтвердите слух правду говорят что на митинге который был 4 августа который назывался стоп фироян такой самый активный коммунист андрей автанеев зачитал письмо мама фирояна которая буквально за полчаса до этого вы ему вручили говорят даже не безвозмездно и сказали что андрюша если такого не случится то будет народный бунт и андрюша пошел и прочитал то есть вы сейчас хотите сказать что он настолько сознательно что пошел спасти от народного бунта а все зависит от того там сознательность была подогрета или нет ну давайте так вот такого не было за полчаса уж точно естественно я ему ничего не давал принимал я участие в организации этого митинга ну наверное глупо было бы отрицать что так или иначе мы имели к этому отношения но если обратили внимание основным то все-таки на этом митинге основе только этого митинга это то что те люди кто хотел то есть там же пришли политики там же пришли некоторые люди покричать долой там много людей я был там городал этом представить кавказа а вторая половина пришла поговорить с людьми о политике о свержении действующего строя цивилизованными методами вот как это было воспринято я тоже очень хорошо слышал и те кто активно и кто активно сегодня пытается эту тему вот привнести о том что уже все выборов что не было уже все украли они по моему тоже получили ответы от жителей тех кто пришел на этот митинг причем таки очень громкий и если бы не может быть и наша поддержка то я вообще не знаю чем для них в том числе это закон но все-таки ваше лично это мнение письмо мама был настоящий или подделка я могу вам сказать не знаю писал ли он его сам или не писал но то что он искренне так думает ну и раскаивается вот это факта уж писал он его не писал не знаю я его не писал вот этого могу точно сказать ну читал его дочитал да ну тогда раз уж начали про слухи тогда еще один слух вот михаил александрович на прошлой передаче опроверг слух своем уходе а вас ходит другой слух что в шестой думе вы не будете председателем вы не пойдете работать в правительство это крана рано хоронят а пойдете члену совета федерации как вы отреагируете на вопрос до конца задавайте или просто насчет цвет федерации не знаю это решение по результатам по итогам голосования как хорошо они будут плохие или средние какая-то оценка моей работе за пять лет будет дана я вы правильно заметили нет 55 лет не только руководил думой но и руководила партийным отделением и назначен был туда естественно по рекомендации михаил саныч на решение конечно принималось ну я с федеральным уровнем и по одному и по второму же поэтому конечно по итогам сейчас я явлюсь перед глаза руководителей где мне будет дана оценка и соответствующие дальнейшей установки более того я могу сказать как истинный государственник я прекрасно понимаю что здесь надо будет дальше принимать решение либо оставаться в системе и уже в ней функционировать либо уже системой прощаться и заниматься своими делами которых у меня тоже может быть достаточно по окончанию государственной службы так что решение какие будут приняты я опять же либо с ними если у меня какие-то предпочтения да конечно есть не знаю если там смысла них здесь говорить но я одно могу сказать никаких радикальных изменений какие бы решения были приняты в региональной политике а стало быть их в принципе во всей системе в ближайшие годы не предвидится и просил бы и советовал бы некоторым кого это про сильно беспокоит не сильно беспокоиться уж извините за тавтологию свободных мест не будет спасибо сергей александрович это все напомню что у нас в гостях был сергей пахомов председатель уходящей областной думы кандидат в следующую я с вами прощаюсь до новых выпусков до новых может быть выборов передача уходит на небольшой делает небольшой перерыв а сергей александрович сейчас я надеюсь что нибудь в рубрике по скрипту нам еще что-нибудь зажигательное такое расскажет до свидания до свидания кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 слухам надо относиться всегда одинаково у них надо не верить вы знаете таких вопросов действительно много и я честно говоря уже подустал на них отвечать в основном все это сводится к тому что вы хотите вы стать губернатором или не хотите вот я могу сказать на самом деле очень просто любой как плохо тот солдат который не хочет стать генералом это понятно но здесь вопрос следующий считаю ли я должность губернатора генеральской в данном контексте но если вам интересно скажу честно нет не считаю в данном контексте не считаю что ты и и и и и и и и и Продолжение следует...